Мы решили, что надо творить что-то безумное и напали на ларёк с почтой. Вот это безумие! Дети берут трамвай на абордаж. Слушай, Азия, встречай! Друзья, всем привет! Мы с Зефом продолжаем знакомить вас... Чё ты испугался? Мы продолжаем вас знакомить с серией наших путешествий в Стамбул. Итак, сегодня мы будем ещё и ещё исследовать этот город, как его и вопейскую часть, так и сгоняем на азиатскую. Цок-цок-цок-цок-цок-цок-цок. Да, Зеф? Поехали! Короче, мы решили с Игоряном, что турецким деньгам страшно нужны называния. Это везде просто атакюрка, ты думаешь? Как всегда. А как мы объясним вот это? Усы? Сиськи? Только... Это бледный. Это будет бледный. Горшок, горшок, горшок. Пока предварительно название баба. О, баба, нормально. Вот это будет... Чё это будет у нас, блин, Игорь? Давай коммунизм назовём его. Гербачилк, свекольник, коммунизм. О, свёкла, да. Свёкла, нормас. Значит, у нас есть свёкла, усы, баба, бледный и горшок. Игорь, одолжи мне двое усов. С бабы сдача будет? У меня только две свёклы. Ой, ребятушки, начался наш второй день в Стамбуле, и мы отправляемся в коллективную, в баню номер три. Как говорится, сейчас у нас есть одна небольшая традиция, каждый второй день трипа заходить в баню и просыпаться в Санкт-Петербург. Я не знаю, что там получится снять и получится ли, и сколько квадратных пикселей придётся вставлять в видео, чтобы закрыть всё необходимое. Но мы попробуем показать, что такое турецкий хамап. Мы сейчас максимально аморфно расслабленные. После хамама. Но это не остановит нас к тому, чтобы мы продвигали. Ребят, ребят, а вы в те самые, реально, естественно, путь, я не слышал. Говори, а расскажите, пожалуйста, куда вы сегодня пойдёте? Смотри, мальчик, я тебе сейчас расскажу. Ну, мужчина, я бы скажу тебе, эй, парень, давайте. Парень, парень, сегодня всё просто. Мы сейчас идём на Гранд Базар для того, чтобы посмотреть, что там есть, и купить в три раза дешевле на египетском вокзале. Ничего себе! Да! Вы меня научите ориентироваться в городе. Ну, пойдём с нами. Палыч, а вот как ты думаешь, если есть выражение, материться как сапожники, то, допустим, торговаться как... Бербер. Да, сейчас мы будем мастерски торговаться как берберы. Самое главное слово. Экспрессив! Волшебство рынка состоялось, потому что, ребята, купили себе шарф, и я купил футбольную форму у феник-бахчей и галата-сарая. И мы бесплатно пожарили лохатку. Да. Лохатку. Хотя ничего не хотел покупать. Итак, друзья, ну, как бы, мы решили, что надо творить что-то безумное, и напали на ларёк с почтой. Вот это безумие. О, вы крыльзи! Вот. Еее! Давай, Демчез! Лампан-бах, мне именно рубашка не поможет. Мы идём покупать в почтанке журнальчикей. Короче, покупили журнал с фан-гогом, у которого есть... Фродо, Гэндальф и повар, друзья. Мы ждём трамвая, мы ждём. А что мы знаем по поводу этого трамвая? Ты знаешь, что они так и дурлил пробовали? Нет? Нет? Он красный. И он, типа, какой-то исторический, наверное, потому что он ходит по улице Истекляль, на которой мы были ночью, а сейчас пойдём на трамвай. Смотрите, народу на трамвай собирается. Это значит, что он когда-нибудь приедет, потому что мы ждём уже минут 10, наверное. И пока его нет. Но, знаете, что я знаю? У него, я посмотрел по карте, у него одна остановка и конечная. Ну, то есть, есть. Вот эта остановка посреди бумеранга и конечная. Дима, мы дождались его. Ты так ждал, так ждал, не успел. Вот он, ты просил его снять, получай. О, идейте, идейте, смотрите. Дети берут трамвай на абордаж. Друзья, мы спустились под землю и зашли в цистерну Базилику. Это водохранилище, в котором раньше на весь Константинополь был запас воды. Друзья, Стамбул радует нас снова солнечной погодой. И у нас есть, наконец-то, повод пересечь Босфор и поехать в азиатскую часть города. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Ну что, поздравляю, вывози, молодой человек. Нужно отпустить свежую шуточку по этому поводу. И поэтому слушайте. Слушай, Азия, встречай! Одноглазый пират видит только полуостров сокровишь. Я предлагаю нырнуть в Кубквартал. Вот мы дошли до первой достопримечательностей азиатской стороны. Итак, друзья, я вас привел к фонтану. Вот к этому большому роскошному. Лайк, а вы тоже идите? Ведите нам деньги, пожалуйста. Слушай, мы набрели на очень крытое место. Я всегда думала, что турецкие мужчины, они такие все разгоряченные, такие все брутальные и все такое. А когда ты видишь, что они заботятся о кошке с котятами, и так сразу становится, ну, типа, все стереотипы как-то рушатся, и ты думаешь о том, что они не серебные, а на самом деле добрые и даже гилые. Итак, Эркюль Пуаро включается в дело. Нам нужно найти Игоряна. Здесь идея. Нам нужно разделиться. Вон он, вон он, вон он, вон он, Игорь. Сейчас мы спросим у Игоря, где он был, и он ответит что-нибудь архи смешное. Вот смотрите. Игорь, где ты был? Ребят, я пошел у мужика спросить, где купить бухлешечку. Так. Если что, вот там купить бухлешечка. Продолжение следует. Субтитры сделал DimaTorzok